Участник Великой Отечественной войны Иван Федорович Пшеничкин отметил свой день рождения. Фронтовику, который прошел всю войну, а точнее проехал на легендарной «Катюше», исполнилось 98 лет. Как поздравили именинника и какой он подарок, в свою очередь, преподнес жителям Люберец, покажем в следующем сюжете. Прожить 98 лет – это, наверное, должны быть и силы, должен быть и дух, должен быть и характер, и, конечно же, преданность своим идеалам, преданность своей Родине. Перечислить все достоинства и сильные стороны этого человека просто невозможно. По его жизненному пути можно изучать историю нашей страны. И теперь такая возможность есть. В свет вышла книга «Катюша Ивана Пшеничкина». В ней собраны воспоминания ветерана, интересные факты о его фронтовом пути, статьи, опубликованные в газете «Люберецкая панорама» и других печатных изданиях городского округа. Но не все еще вошло, еще кое-что осталось. Ну и потом, вот последней встречи этих пока нет. Но я на этом не останавливаюсь. Я хочу продолжить просто рассказать о войне. А мне хотелось бы от Сталинграда до Кенисберга, так должна книга называться, и она должна охватить весь вот этот период. То есть больше трех лет, когда я находился вот на фронте. Двойной праздник, день рождения и презентацию книги Иван Федорович разделился своими давними друзьями. На встречу с ветераном, которая прошла в музее «Дети войны память» пришли общественники, школьники и депутаты городского округа «Люберцы». Самое главное, чтобы было счастье. В этом слове, как говорится, есть все. И удача, и успехи, и благополучие, и так далее. Спасибо большое, что вы рядом с нами. Это, ребята, ну, вы, как бы я, прежде всего, к молодому поколению здесь обращусь. Действительно, это вам посчастливилось, действительно, видеть своего ветерана. Вы должны знать, что вы, прежде всего, потомки победителей. И один из победителей сидит сейчас перед вами. Вот такие люди, как Иван Федорович, на своих плечах вынесли эту победу. Живая легенда и свидетель событий, о которых мы знаем только из учебников по истории. Иван Пшеничкин стал красноармейцем в 16 лет. Получил специальность шофера и сел за руль легендарной «Катюши». Воевал под началом командующего фронта маршала Рокоссовского. Участвовал в параде победы в 1945 году. И сегодня он в строю. Ведет активный образ жизни. Участвует в патриотических мероприятиях. Встречается с молодежью. Один из актуальных вопросов, который поступает в адрес ветерана – как дожить до такого возраста и оставаться таким бодрым? Это надо задать вопрос Богу. Не мы этим руководим. Я просто очень люблю и уважаю его. Поэтому он мне и дает столько времени жить и заниматься. И самое главное – быть на своих ногах.